Так, ну что, немножечко обо мне. Два слова. Я вообще-то проработала в IT почти 10 лет на разных позициях. Это были и delivery, потом уже менеджерские позиции. Я закончила на позиции product manager и работала как-то и в продукте, и в аутсорсе. И даже меня занесло на госслужбу, и это было очень-очень интересно. Собственно, я пришла в психотерапию из-за личного кризиса, который совпал с профессиональным выгоранием. То есть я словила прям два в одном. Такое очень прям бинго. Но до этого... Да, я сейчас секундочку просто открою, мне что-то ничего у вас не видно. Вот. А до этого даже сопротивлялась мыслям о необходимости терапии. И я сейчас довольно неплохо понимаю тех, кто тоже сопротивляется, сомневается. И потому что есть довольно еще много людей, которые говорят, что это все как-то, ну, не надо. И это как-то для... Не для меня, в общем-то. Так что я понимаю и немножко тоже об этом даже расскажу. Так. Во-первых, хочу остановиться на том, что когда уже вы чувствуете, что нужна помощь специалиста. И вот первое, что мне пришло в голову, это когда реально возникла такая мысль, что вот мне нужна помощь. Это уже довольно достаточная какая-то такая идея о том, что действительно можно обратиться за помощью. Но есть еще много каких-то косвенных признаков, которые, ну, довольно субъективны. Но тем не менее, если вам уже не помогает поспать, отдохнуть, ездить в отпуск, говорят, там, хобби заведи себе. И это либо очень недолгосрочно помогает, либо как-то вообще уже перестало. Когда вот даже мысль о том, что надо что-то сделать, чтобы справиться, вызывает напряжение. И я просто помню себя, когда я выгорала. Действительно, мысль о том, что надо уже вставать с кровати утром, это уже как-то сложно. И это уже большой, огромный звонок о том, что, скорее всего, уже идет активная фаза вымирания. Вот. То есть какие-то простые действия уже даются нелегко, уже даются через силу, и они требуют каких-то реально усилий. Ну и еще тоже такой признак, что очень часто хочется как-то воспользоваться стимуляторами. То есть для кого-то это кофе, для кого-то это энергетики, либо это уже алкоголь и наркотики. И вот сегодня звучало слово прокрастинация, и которая не лень. Я вообще, честно говоря, не верю в наличие лени, что это действительно какая-то существующая вещь. Потому что прокрастинация и лень – это одно из двух. То есть либо вы прокрастинируете, потому что занимаетесь не тем, чем вам бы хотелось. То есть в фоне есть что-то, какая-то большая, прегнантная, ну то есть ведущая потребность, которая не удовлетворяется, а вы занимаетесь чем-то другим. Либо это то, что вы занимаетесь тем, что вам нравится, но вы уже не можете этим заниматься. И это ни одно из двух таких состояний не есть органическим, не есть ленью. И вот прокрастинация, которая постоянная, она тоже очень такой большой, огромный звоночек, что, пожалуй, если вы понимаете, что это все-таки то, что вам нравилось когда-то, то, что вам приносило удовольствие, это то, что, в принципе, вам приятно и полезно было когда-то, уже давно как-то не приносит удовольствия и не хочется этим заниматься, скорее всего, у вас тоже уже довольно близко подходит, либо уже подошло выбирание. Немножко хочу поговорить про самолечение и почему это не всегда, либо очень часто не очень хорошая идея. Потому что, как уже сказали мои коллеги до меня, и я, наверное, все-таки повторю эту мысль, потому что она, мне кажется, очень важная. Выгорание очень часто развивается на фоне тревожного расстройства или депрессии. И это не просто, когда нужно поспать и полечиться отдыхом и пойти пулять с собакой. Это реальные биохимические изменения в работе организма. То есть вначале этого видно и по изменениях в размерах мозга, по уменьшению лобной доли гиппокампа. И это ненормальная передача и истощение нейромеглиаторов, особенно допамина, серотонина, норадреналина и гормональные сбои. То есть это высокий уровень кортизола, это уничтожение гормонов щитовидной железы. То есть это очень какие-то серьезные моменты, которые можно выявить только на приеме у профильного врача. То есть это либо психиатр, либо иногда это врач-невролог. И как-то эти люди уже посоветуют, что нужно сделать. То ли надо сдать гормональную панель, проверить уровень витаминов и микроэлементов, пройти даже МРТ или... То есть это те люди, которые знают, что в таких случаях делать. Но это уже такой прям крайняя степень выгорания. То есть это действительно, как уже мы упоминали на нашей дискуссии, выгорание и депрессия – это вообще не одно и то же. Депрессия – это клинический диагноз. Выгорание – это то, что чаще всего предшествует, собственно, этой самой депрессии. То есть самолечением заниматься как-то себе во вред, скорее всего. Вот. Ну что же делать, если ты устал и хочешь лечь, но ты уже лежишь? Есть разные виды психологической помощи. И сейчас мы немножко кратко о них поговорим, потому что, как я уже слышала, многие как-то путают разные понятия. Так вот, кто же такой психолог? Психолог – это человек с психологическим образованием. Обычно это какое-то краткосрочное консультирование по очень точечным вопросам. И психолог – это человек, который может быть задействован в очень разных сферах, от научных до телефонов доверия, до HR-сотрудников в компании, до социальной работы какой-то. То есть это человек, который, в принципе, до того, что называют гуманитарий, IT-комьюнити, это человек, который может быть задействован действительно в очень разных сферах. Психотерапевт – это человек, который получает, либо получил уже сертификат, либо лицензия. Если мы говорим про заграницу, у нас в Украине нет лицензирования, у нас сертифицирование. И работает в выбранном методе. И методов, на самом-то деле, множество, просто огромное количество сейчас, но как-то основные, если называть это психоанализ, это гештальтерапия, это КПТ, когнитивно-поведенческая терапия, гезотенциальная и еще много. Если я начну сейчас их перечислять, это будет долго и скучно. Но чем отличается тот же психолог от психотерапевта, это то, что психотерапия – это более длительная и глубокая работа. Она идет намного глубже, чем поверхностное какие-то, чем симптоматическое лечение. То есть оно идет именно в глубины психики и поднимает очень разный опыт, в том числе ранний опыт, в том числе ранний травматический опыт. И это может быть как-то больно, неприятно. И вообще процесс, честно говоря, особенно в начале, так себе. Но как-то это та необходимая цена, которую очень часто нужно заплатить за то, чтобы, грубо говоря, стало лучше. И при необходимости психотерапевт направляет человека к психиатру. То есть если он уже… Психотерапевт не ставит диагнозы, но он может по косвенным признакам увидеть, заметить депрессивное состояние, тревожное расстройство, либо биполярное расстройство, либо какое-то другое расстройство. И поэтому как-то помочь человеку обратиться уже к психиатру. Итак, психиатр – это человек-врач. Это единственный человек, который имеет право ставить, собственно, диагнозы и прописывать фармпрепараты. Это не только антидепрессанты, это очень множество других препаратов, которые дозировку и курс лечения ставит психотерапевт. Он, собственно, психиатр, он, собственно, работает с психической ненормой. То есть это уже… Это работа с расстройствами. Ну, то есть с человеком, у которого расстройство, скажем так. И у человека обязательно медицинское образование. То есть это человек-врач. Ещё я сюда включила коуч, но написала await. Что это значит? Значит, коуч… Я вообще очень хорошо отношусь к коучам. Мне кажется, что это очень прикольная, клёвая, полезная профессия. Но не в случае выгорания, не в случае депрессивных каких-то эпизодов. Потому что в этом состоянии коуч – это человек, который работает против человека, клиента имеется в виду. Потому что коуч – это про целеполагание, про постановку цели, про как бы эффективный, как выше, быстрее, веселее добиться своих целей и как-то расшириться в своём… Ну, очень часто в своём профессиональном каком-то деле. И в состоянии выгорания для человека, может быть, это реально убийственно. Потому что он и так выжат, как лимон. А тут коуч такой, типа, ну, где же твои цели и почему мы к ним не бежим? То есть это очень осторожно. Мне кажется, коуч – это очень полезный инструмент. Это полезный специалист, когда в состоянии прям очень сильной психической стабильности, когда чувствуется жизненная сила и энергия. Вот тогда, мне кажется, это очень хороший тоже специалист. Вот. Откуда берётся вообще скептицизм по поводу обращения за профессиональной помощью? И мне кажется, что здесь вопрос в защитных механизмах психики. Что я об этом хотела бы рассказать? Ну, во-первых, есть такой защитный механизм, как рационализация и страх потери контроля. То есть очень часто люди говорят, что вот если я ничего не буду плохого делать, если я вот всё сделаю правильно, со мной никогда ничего плохого не произойдёт. То есть, например, там, если я там буду правильно себя как-то вести, со мной депрессия не случится. Никогда. И это просто, это реально, ну, это такое как магическое мышление, которое помогает как-то успокоиться и почувствовать это чувство, иллюзию контроля, скорее всего. И, ну, потому что депрессия, ты на самом-то деле, вещь, ну, пока что изученная настолько, что предугадать её невозможно. И случится оно, походу, может со всеми, как и любая другая болезнь. Но мысль о том, что если я сделаю всё правильно, она со мной не случится, как-то успокаивает. Отрицание. Это ещё более такой ранний защитный механизм, когда человек думает, ну, этого просто нет. У меня этого нет и быть не может, и значит, этого не существует. То есть то, что я не видел, то, что как-то со мной не случалось пока что, либо я не знаю, что это уже со мной случилось, значит, этого нет. Это такое тоже, ну, потому что если представить, что это всё-таки есть, то придётся столкнуться просто с огромным количеством переживаний и сложных эмоций, которые переживать, ну, как-то не очень хочется. Например, там, ужас, не знаю, какой-то прям экзистенциальный, либо, не знаю, там, отвращение, ещё что-то. И тогда для того, чтобы эти все чувства не переживать, мы как-то представляем, что, ну, этого всего нет. Но если допустить, что всё-таки там расстройства психические существуют, и они даже как-то могут нагрянуть, ну, даже там на меня и на кого-то ещё, то это тоже как-то сложная перестройка и обработка новой картины мира. На это тоже требуется довольно много психических ресурсов для того, чтобы поверить, что, ну, моя картина мира, она оказалась, ну, какая-то не очень реальная. И в эту картину мира надо строить новую информацию. Это тоже на самом-то деле для мозга трудозатратный процесс, и наш мозг вообще очень ленивый. И если он, если можно как-то не принимать новую информацию, он это не будет делать. Так, а ещё такое, а если мне терапия не поможет? И это тоже такой очень важный момент про, ну, на самом-то деле, про вопрос ответственности, про то, что нет никаких гарантий, и про то, что существуешь ты вне определённости, и про то, что успех терапии всегда зависит от двух людей, в равной, ну, от клиента и от терапевта. То есть это равная ответственность, это горизонтальные отношения, это точно то, что зависит от клиента точно так же, как и от специалиста. Это всегда альянс двух людей. Вот, но мы постепенно почуть подбираемся про мифы о психотерапии. Я просто смотрю, сколько у меня времени, как-то не очень много. Мифы и стигма. Вот есть всё-таки у нас, ну, у нас сейчас какие-то очень прикольные люди собрались на наши конференции, но я в жизни слышу очень много таких мифов про то, что вот больные слабые ходят психологами, психотерапевтами. Я сам всё могу, я сам лучше знаю, я сама справлюсь. И, честно говоря, я тоже там была, я тоже думала, что в какой-то период жизни мне казалось, что кто, ну, если не я, ну, как-то кто мне может помочь? И частично это действительно правда. В итоге вы сами себе помогаете. Но очень часто для того, чтобы помочь, нужен другой человек. Другой человек, который нейтральное зеркало, который глубокий, эмпатичный, умеющий правильно слушать. И это очень важно. Умеющий задавать правильные вопросы, умеющий присутствовать. Это, ну, делает какую-то магию, которую очень сложно описать на самом-то деле. Но это действительно так. Я вот тоже спрашивала про стыд. Стыдно ли упомянуть, что хожу к психотерапевту. С этим я тоже сама сталкивалась. Мне в начале было, когда я только пошла в личную терапию, мне было очень неловко говорить об этом людям, каким-то особенно, ну, особенно там некоторым людям, да, ну, и вообще как-то заявить, что я хожу к психотерапевту, для меня казалось, что это, ну, как-то постыдно. Как-то, блин, не справляюсь я. Какая-то я не совсем правильная, потому что, ну, правильные люди справляются сами и молодцы. И очень часто действительно есть такое ощущение стыда, что со мной что-то не так. Вот, еще такой интересный психотерапевт заставит меня копаться в прошлом. Я очень часто слышу про то, что вот, какие-то там детские травмы, надо сначала, вот, надо будет поднимать, я не хочу вот этого всего. Во-первых, а, я еще написала, заставит меня копаться в прошлом, а я не хочу. Во-первых, если вы не хотите, нормальный специалист никогда вас не заставит делать то, куда вы не хотите идти. Но, действительно, часто бывает так, что для того, чтобы прожить какой-то травматический опыт, ну, раннего детства, либо подросткового периода, либо, ну, каких-то событий в прошлом, действительно его нужно поднять. Это бывает больно и неприятно, и очень часто мы сталкиваемся с сопротивлением в этом месте, потому что, опять же, психика нас защищает от того, прикасаться к тому, к чему очень больно и очень уязвимо. Но иногда это прям реально не уязвимо. Но вообще-то, если говорить там о конкретной уже, там, той же самой гештан-терапии, она исповедует понятие здесь и сейчас. Что это значит? Что все, что нам нужно для изменений, есть уже у нас прямо вот в данную минуту. Все есть для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. И даже вот используя клиент-терапевтические отношения даже во время той же сессии, возможно добиться того же результата, чем если вспоминать, кто нас обижал в детстве и какая учительница там за что-то наказывала, наказывала либо как родители как-то неправильно обошлись, либо нам показалось, что они неправильно обошлись. Но это тоже на самом-то деле такой очень ювелирный процесс, который, опять же, классно делать с классным специалистом. Психотерапевт начнет учить мне жизнь и давать советы. Вот это тоже мое любимое. На самом-то деле психотерапевт, хороший психотерапевт, тот, который может называть себя психотерапевтом, никогда не дает советы. Это прям не то чтобы правило, но это философия, это ценность. Почему он не дает советы? Не потому, что он ничего не знает. В смысле, не потому, что он глупый и как-то у него нет теоретических каких-то знаний, а потому, что он действительно не знает, как лучше для вас. Он действительно без понятия вообще, что сработает в вашем именно случае. И для этого психотерапевт не дает советы. Он расширяет картину мира. Если сказать, в общем, что делает психотерапевт, он расширяет клиентскую картину мира, проясняет фон, проясняет взаимоотношения, проясняет какие-то убеждения, установки и так дальше. И из этого прояснения клиент сам находит свои ответы. И ему не нужны советы. На самом-то деле нам никому не нужны советы из внешнего мира. Мы сами все внутри знаем. Но нам это классно, чтобы кто-то подсветил. Вот это тоже мое любимое. Раньше как-то без психолога вы обходились, и ничего. Нормальными выросли. Но есть такой даже мальчик, я его не включила. Но типа, а кто вам сказал, что вы выросли нормальными? Ну, это на самом-то деле, это какой-то из тех же метафор, что вот раньше как-то без телефонов обходились, и без интернета, и вообще как-то жили. Ну да, жили. Но это же как-то не значит, что то, что это не называлось, что есть какие-то психические расстройства, либо психические проблемы, это не значит, что их нет. И просто больше об этом начали говорить, и даже в нашем... Я уже молчу про Запад, давно уже об этом всем говорят, даже в нашем пространстве все равно это... Ну, как-то уже не воспринимается, как что-то страшное. Вот. Ну, ладно с этими, с психотерапевтами. Но психиатр, я же не псих. Это тоже такое частое бывает убеждение, что, ну, если еще там с психотерапевтом поговорить, заняться... Сейчас я вспомню, как это называется. Бла-бла-больством. Ну, в общем, я где-то читала в доучатиках, как это называется. Но, в общем, поговорить, да, это еще нормально, но если уже к психиатру, то это уже вообще как-то не окей. Но на самом-то деле это... Ну, это как обратиться, я не знаю, к любому другому врачу. И то, что есть такая еще стигма в нашем обществе, это чисто от недостатка какого-то, ну, понимания, что ли, что психические болезни, они точно такие же, как и любые другие, ничем не отличаются. И есть еще такое понятие про антидепрессанты. Я тоже часто такое слышу, что это, ну, вообще опасно, это, ну, типа для слабых надо как-то разбираться, разбиваться в лепешку, лишь бы не дойти до антидепрессантов. И я тут скажу, ну, в смысле и да, и нет. То есть то, что антидепрессанты могут быть опасны, в каком смысле? Смысл в том, что их очень непросто подобрать. То есть это не... Это ювелирная работа на самом-то деле очень грамотного психиатра, который все сделает для того, чтобы правильно подобрать сам препарат, правильную дозировку, правильный, ну, там, длительность лечения и так далее. То есть курс назначить. Неправильно подобранные антидепрессанты действительно могут сильно ухудшить состояние. Это правда. Это нужно понимать, что это не что-то такое безобидное, которое можно там принимать себе в свободное время. Это очень серьезные препараты, которые, ну, если, например, вам назначили антидепрессанты, либо другие нормотимики, либо другие какие-то препараты, и вам вы чувствуете себя как-то не окей, обязательно нужно сказать об этом своему врачу, чтобы он подобрал либо другую дозу, либо другой препарат, либо какие-то еще дополнительные исследования. Но это не для слабых. То есть действительно есть лечение, которое может... Есть состояние, которое могут лечиться только психотерапией, а есть состояние, которое, ну, без антидепрессантов уже, ну, как-то уже сложно. Как-то уже, если человек уже думает постоянно о том, как бы выпрыгнуть из окна, это не есть хорошо. И, ну, возможно, в этом случае из двух зол, как-то говорят, выбирают... Ну, выбирают лучшее, да, или как там правильно говорят. Меньшее. Меньшее, да. Из двух зол выбирают меньшее. Спасибо. Вот. И если говорить про, ну, про treatment и prevention, про лечение профилактику, это психотерапия на самом-то деле является и treatment, и prevention. Ну, потому что кроме лечения каких-то острых состояний и уже действительно, ну, серьезных, ну, уже даже расстройств психотерапия, что помогает? Помогает больше познакомиться с собой, познакомиться со своими границами, что мне ок, что мне не ок, как я могу вообще распознать эти звоночки, когда я уже начинаю выгорать, что я могу для этого сделать, как, ну, как мне улучшить там свои отношения в соу... там, с людьми, с партнерами, на работе и так дальше. Это все очень косвенно, но очень непосредственно помогает не выгорать и не попадать в состояние, когда уже нужно какое-то медицинское лечение. Но это еще и как, конечно же, как... Не на то, чтобы лечение, я бы не называла психотерапию лечением, но это необходимые меры, когда человек уже находится в сложных состояниях. Ну и вот, кстати, что помогает даже открыто поговорить о том, что, например, у меня в игрании, там, я чувствую себя в каком-то субдепрессивном состоянии, это уже снимает стигму и помогает людям обращаться за помощью вовремя. Потому что вот я сейчас не вспомню, какой-то это был ресерч, но это в Штатах был проведен, что в среднем людям с депрессией они тратят на это от пяти до десяти лет для того, чтобы обратиться за профессиональной помощью. То есть все это время они пытаются самостоятельно что-то с этим сделать. Ну и это огромный кусок жизни, который страдает из-за того, что люди вовремя не могут просто себе позволить обратиться за помощью. То же самое касается и суицидальных мыслей. Если поделиться об этом, это сильно уменьшает риск самого суицида. Но здесь очень важный дисклеймер. Очень важно, с кем поделиться. Потому что реакции могут быть очень сильно разные. И обычные люди, которые там не профессионалы, не психотерапевты, не психологи, они не очень понимают, как на это вообще реагировать. И для того, чтобы это работало, что когда ты делишься своими этими мыслями, тебе на самом-то деле меньше хочется это сделать, это должен быть очень правильный, эмпатичный слушатель, который, во-первых, может выдерживать это напряжение, которое связано с темой. Потому что тема, ну она какая-то непростая, она нетривиальная, непонятно вообще-то, как на нее реагировать. Но если такой эмпатичный слушатель находится, это прям очень помогает. Ну и действительно, чем больше людей будет обращаться за помощью, тем больше мы будем узнавать про состояние этих психических ненорм, и тем быстрее, возможно, найдется и профилактика, и лечение, и какие-то новые протоколы. То есть это все поможет для того, чтобы как-то в будущем иметь более плотную картинку, что вообще происходит. И мы подходим к тому, как все-таки выбрать этого человека, этого специалиста. Вопрос реально насущный, и это часто то, что я слышу, когда говорят, типа, мол, ну ладно, хорошо, нужно, но как же его выбрать? Типа здесь уже сплошные шарлотаны. Ну, во-первых, ну, проблема выбора специалиста есть как бы в любой сфере, и это психика, психологическое направление как-то вообще не, ну, никак не в стороне от этого вопроса. Но посмотрим на это с такой стороны. Есть, возможен ли вред? И если человек хоть чуть-чуть уже умеет эмпатично слушать и не проецировать на клиента свои какие-то травмы и, я не знаю, не раздавать диагнозов и советов, это уже не наградит. Ну, даже для этого, конечно же, нужна определенная подготовка, но, знаете, иногда друг, который просто похлопает по плечу и скажет, соберись тряпка, идем просто выпьем, мне кажется, может намного больше вредить, чем тот же какой-то специалист, который, возможно, не самый лучший вам попался, но если у него какая-то базовая хотя бы уже есть базовое понятие о том, что такое психотерапия, он уже вряд ли навредит. Может быть, и не поможет, но уже вряд ли навредит. Но если уже про субъективные какие-то критерии выбора, это я, кстати, вот чисто мое мнение, то, что как-то это не истина в последней инстанции, как нужно выбирать, но я бы выбирала так. Во-первых, вопрос. Выбирать метод либо специалиста. И тут как бы вопрос такой, что методов очень много сейчас. И как бы нам не хотелось думать, что метод как-то определит, поможет ли в нашей конкретной проблеме этот метод, все-таки этим методом занимается конкретный человек. И мне кажется, первичнее все-таки личность психотерапевта, чем метод, в котором он работает. Потому что, ну, действительно, психотерапевт, может быть, вы слышали такое понятие, как психотерапевт работает с собой. И это действительно так. То есть вне зависимости от того, какой метод он исповедует, он все-таки приносит себя в ваш контакт клиент-терапевтический альянс. И мне кажется, что личность прям первичнее метода. И вот, чтобы я порекомендовала, это задавать вопросы. А что будут делать на этой терапии? Что это вообще такое? Для чего? Ну, чем мы там будем заниматься? А также, ну, вот вообще задать все вопросы, которые вам важны. И посмотреть на реакцию этого самого специалиста. То есть понравится ли вам вообще, как он отвечает, как он себя, как он реагирует на ваши вопросы. Это тоже входная информация. Очень помогает почитать, посмотреть, послушать, что человек говорит в публичном пространстве, как он себя презентует. Подходит ли вам интуитивно то, что он говорит? Возникает ли доверие? Потому что на самом-то деле доверие — это прям мега важный, мега важный базис, на котором, собственно, строятся отношения клиент-терапевтические. Если нет доверия, лучше сразу уходить к кому-то другому. Спросить, очень-очень важно спросить, есть ли у терапевта своя личная терапия. Это прям мега важный пункт, потому что именно он защищает вас от того, что терапевт будет на вас проецировать какое-то свое говно, которое, он свои травмы непроработанные. Ну, это, знаете, как сходить к питнес-тренеру, который не занимается спортом. Психотерапия — это то же самое. То есть человек, который регулярно не посещает своего личного терапевта, и у него хотя бы есть 100 часов личной терапии, вот тогда уже, ну, как-то можно уже быть немножко спокойнее, что вам как минимум не наградят. А есть ли у него супервизия-интервизия? Это что такое? Это коллегиальная поддержка. То есть это, если личная терапия — это проработка своих каких-то личных проблем, травм, нюансов, расширения, расширения своего личного внутреннего мира, то супервизия-интервизия — это уже чисто профессиональная помощь. Супервизия — это от более опытных коллег, интервизии — это от коллег ну, какого-то плюс-минус одного уровня, когда, ну, скажем так, разбираются клиентские кейсы. Но очень важно, они разбираются конфиденциально. То есть кейс описывается так, чтобы клиента нельзя было бы узнать по описанию. Это очень важный момент. Вот, кстати, я дальше об этом говорю. Соблюдает ли терапевт профессиональную этику и границы? То есть говорит ли он вам о том, что это все конфиденциально, что он знает профессиональный терапевтический кодекс этический, что он знает, что нельзя консультировать родственников либо близких друзей, что он, кстати, очень важный момент, что он отберет за свою работу оплату, потому что может казаться такое, что, типа, вот у меня нет денег, я пойду на терапию бесплатно. Это очень какой-то... Это на самом деле очень тревожный момент, когда терапевт не берет за свою работу денег. Это значит, что у него не все хорошо со своими личными границами. Это значит, что если он не получит как-то финансовую оплату, он может взять чем-то другим, чем-то более... Короче, лучше он возьмет деньгами, чем будет, например, там отрабатывать какие-то свои проекции на вас. Это прям очень не окей. И, конечно же, спросить про образование, про сертификацию, про где учился-учиться, какие специализации, где участвует, в каких конференциях, интенсивах и так далее. То есть просто чтобы, ну, возможно, почитать об этом институте. Ну, я не знаю, что это уже конкретно, что для конкретного человека важно. И для того, чтобы немножко развеять тот миф, который говорят, что... Ну, я просто знаю, наверное, там в IT-сообществе есть такое, там, QA за месяц, middle за полгода, либо senior в 23. И туда же психотерапевты, типа двухнедельные курсы, и вот ты уже как-то хороший психотерапевт. На самом-то деле, ну, требования ко всем очень разные, очень прям сильно разные. Но я приведу на примере института Гештальта, где я обучаюсь лично, потому что, ну, как-то приводить требования всех институтов и всех направлений, это просто нереально. Но, во-первых, программа подготовки длится почти пять лет. То есть это прям глубокое, полноценное обучение, которое долго играющее и дорогостоящее. Я вот, наверное, возможно, не буду прям перечитывать все те пункты, которые я написала. Здесь вы обязательно сможете это почитать, ну, как-то в презентации, потом, когда ее выставят. Но это огромное количество практики, это огромное количество личной терапии, и супервизии. Это, ну, это то, что, как сказать, это прям, ну, большой объем работы, который, в принципе, если человек это прошел, либо уже как-то проходит, ну, шансов навредить у него прям, ну, минимум. Я не знаю, ну, есть, конечно, и такие. И здесь это тоже очень печально, на самом-то деле, что даже никакие сертификаты не гарантируют того, что человек как-то окажется все-таки неэтичным, либо со своими собственными психопатологиями, которые прям могут сильно травмировать клиента. Это действительно не оберегает от этого, но прям сильно снижает, как будто бы, риск. И здесь тоже, ну, как-то очень важно опираться на себя и на свое ощущение, как вам рядом с этим человеком. Если вам плохо, сначала скажите об этом. Если ничего не поменялось, уходите. То есть это прям, ну, какой-то такой, если дать совет, то это будет, наверное, он. А, ну вот, и, собственно, на этом мы и закончим. Я почти, по-моему, в тайминг даже вписалась. И я не видела ваших вопросов, потому что чатик закрылся. Но если у вас есть какие-то вопросы либо комментарии, то обязательно... Это мои контакты. То обязательно их задавайте.